на ринге на следующей самой категории вес до 51 килограмма и виктор мирошниченко еще один представитель советской сборной против петра лесова боксера из болгарии это леса болгария форма конечно тоже сильно поменялась прошедшие годы и сейчас боксер выглядит даже совершенно по-другому в ринге кстати виктор григорьевич вот второй бой мы смотрим и у всех абсолютно одинаковые обувь это что вам раздавали перед олимпиадой и тогда и раздавали тоже а потом это всем сборным а то сборная команда комплектация adidas а и потом это удобно и вот самое удобное мы все боксер ли в этих боксерки потому что это было удобно ну что смотрим мы вот этот поединок для мирошниченко олимпиада в общем была довольно трудной и сложной в каком плане он в первом же круге встречался с хорхи эрнандесом кубинцем о котором мы только с вами говорили который за четыре года до этого выиграл более легкую весовую категорию и был олимпийским чемпионом в первом круге в общем самого сложного наверное соперника получить это не всегда хорошо но мирошниченко справился выиграл тогда 4 1 и затем победил кенрика среднички поляка и я наша в городе из венгрии а вы знаете я помню этот бой вспоминая бой миротниченко он выиграл более убедительно чем 4 1 это я точно помню более убедительно на 5-0 убедительно выиграл то есть можно было давать 5-0 нет не стесняясь но почему-то 4 1 ну ладно проехали дальше очень закрытый боксер петр лесов посмотрите руку все время держат у челюсти практически не опускают ее номер чем боксер правосторонней стойки очень техничный вы знаете очень очень чувствительный боксер и попасть него то что пытается сделать болгарин одиночными или даже двумя ударами очень сложно все время на ногах поддавливает и принципе и здесь он должен был выигрывать то есть наш боксер должен выиграть золотую медаль финальный поединок смотрите преимущество мирошниченко забавное узнаете в будущем карьера была у петра леса собственно сейчас то мы можем говорить в девяносто первом году в возрасте 30 лет он про перешел в профессионалы провел пять поединков и как вы думаете сколько выиграл ни одного я так что-то потому что потому что как-то это шутка да нет это не шутка в девяносто первом году действительно перешел пять по пять поражений все нокаутами ничего не было все нокаутами да это анекдот но быть такого не может тем не надо я думаю что я думаю это опечатка но 20 лет петро леса собственно вот в тот момент когда мы сейчас с вами его видим для него вообще корректно только начинается по большому счету ну так же как и для мирошниченко потому что тоже 20 лет он на год старше как между ними год по году рождения но 21 нашниченко только в декабре 80-го года исполнится пока вы знаете у меня такое ощущение что лесов боялся очень боялся обещанка да вы знаете я вам хочу сказать наверняка не боялся соперника он боялся финала потому что финал это ведь это колоссальное нервное напряжение выход на ринг то есть мысль о том что тебе надо боксировать финале олимпиады она угнетает дает их душу до невозможности но не боялся физически или там я не знаю там технически мирошниченко он боялся выхода финале ну это вообще отдельная вещь такая в спорте это психология да это психология действительно финал может парализовать тебя мы видим что у меня сниченко уже было рассечение сейчас когда показывали его крупным планом видно что поврежден нос у нашего боксера вы скажите пожалуйста вот эти шлемы они сделали жизнь боксеров легче сейчас нет нет но ведь формально они же шлем то для чего как раз чтобы не было вот этих рассечений потому что специфика любого турнира по любительскому боксу это профессионал готовится четыре месяца потом один раз выходит на ринг и опять четыре месяца готовится а здесь то надо за неделю три-четыре боя провести а вы спросите вот у действующих боксеров я не боксировал шлеме и поэтому говорить однозначно мне сложно любой действующий боксер вам скажет что без шлема намного лучше намного лучше не мешает и на иногда он крутится когда человек потеет иногда он значит налезает на глаза иногда то есть от ударов от количества где от качественного удара он не спасает если попадаешь туда куда надо туда попадаешь и больно и шлеме и без шлема будет ну давайте вернемся к этому поединку вот на ваш взгляд мне показалось что первый раунд мирошниченко выиграл в принципе все довольно неплохо для него складывается и во втором но бывали в чем-то здесь может быть тактическая ошибка зная о том что уже было рассечение и может она что называется возобновиться может быть стоило чуть иначе построить а как как ведь дело в том что все зависит от соперника а тут очень сложно но еще и сам боксер болгарин лесов неплохой он знаете у него удары он далеко бьет дальше чем чем это видит мирошниченко он ждет удара на одной дистанции а удар прилетает еще дальше и поэтому иногда пропускает но я хочу чтобы первым мирченко выиграл на мой взгляд а второе но не проигрывает во всяком случае второй более ровный более ровный потому что несколько осмелел петр лесов все-таки вообще олимпийский турнир в любом виде спорта это турнир который тяжело выиграть старый номер что называется от обороны играю нельзя ну вот пожалуйста рассечение поднимается доктор большой знаток медицины поднялся на ринг а вам доводилось вот так чувствовать что вы сильнее что вы выигрываете боя пришел врач и сказал все сейчас у меня этого не было что вообще боксер этот момент чувствует это ведь несправедливость какая-то даже в каком смысле вот знаете я могу представить ощущение мирошниченко вот судья рефери на ринге а снимает его виду рассечения невозможности продолжать боя он выигрывает поединок на мой взгляд выигрывает поединок и конечно это вот вот сейчас в данной ситуации в горячке в напряжении он еще спокоен более-менее ну думаю тут так получилось но когда он пойдет помоется и когда начнут бить фанфары и награждать олимпийских чемпионов и тогда он обхватит голову руками он поймет что произошло и с каждым я не знаю некоторое время будет тяжелее 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 с каждым идем но потом оправиться и пойдет снова на ринге пойдет сама боксировать но такая ультра мишниченко получилось что называется практически серебряная карьера потому что серебряную медалью завоевал спустя два года на чемпионате мира в милхене и